мы по всем вам очень скучали мы очень рады вас видеть классный город вообще западает в сердце наверное нет нигде ни одного города куда ты приезжаешь и он создает такое классное ощущение что где бы ты ни был а это дом что ли ну как очень теплое ощущение всегда когда возвращаешься в Крым в Ялту действительно он встречает мы еще классную истину мы приняли в Ялте о том что она классная она принадлежит Иисусу я хотел проповедовать я передумал думаю просто после всего того что сделал Святой Дух сейчас выдавать какое-то глубокое учение на полтора часа будет лишним вот я бы хотел с вами просто коротко рассказать о том какое мы со Святой получили откровение пока мы летели сюда потому что когда мы летели знаете Дух Святой сошел на нас в самолете сейчас и это ну классно это знаете сейчас такое этим можно дышать так если вы еще не не там то надо вот так сделать вот так сразу хорошо пойдет и оно пойдет это здесь в атмосфере просто разливается разливается я не хочу это тормозить пусть Господь это делает классно Иисус да от счастья да 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 иногда не всех людей с первой пробивает надо вторую просто надо еще раз просто так сделать но знаете через время он гоняет все и сразу лучше правда спасибо жарко да становится чувствуете это здорово градус повышается спасибо тебе господи святое свободу свят Иисус когда мы летели в самолете набирали высоту самолет знаете так трясло вспомните это ощущение вот это когда самолет отрывается а когда наклоняется это же вообще кто-то в это вцепился в сиденья в ручке если они есть сохраняя при этом я спокоен самолет наклоняется то есть пол салона точно переживания люди особенно кто высоты боится в общем короче дискомфорт особенно когда ты летишь в пасмурную погоду это вообще дабл дискомфорт спать хочется и вот это что он разгоняется самолет маленький как это эконом класса трясет его всего и он набирает высоту и потом такое дорогие пассажиры теперь вы можете отстегнуть ваши ремни ходите по салону начинается движуха кто-то может выйти в туалет то есть и все и такой звук это оно как зависло работает холодильник не выключается вот это вот все и такое все начинается вот эта нудьба два часа то есть ты не знаешь куда делать сиденья очень маленькие жутко неудобные я не помещаюсь ты вот так вот так ты пытаешься поспать у тебя шея отекает ты там уже ищешь положение самые счастливые люди запасливые у кого вот эта штука есть вокруг шеи это мудрые люди все никак себе не возьму такую штукенцию как удобно и в электричке можно прислониться еще и ну и вот вот этот перепады давления хочется спать и ты вот такой вот вот эти два часа я открываю журнальчик где думаю что же у нас за самолет первая мысль сколько нас тут людей это на борту летит понимаю что это вот такой-то аэробус вместимостью там что-то 200 людей по-моему 200 человек 240 человек его скорость сколько было не 840 не ну хорошо минимум там какой-то плохо летает 720 км в час там покруче есть который там 800 с чем-то км в час и самый навороченный большой 900 км в час летит и вот тут меня догоняет что я сижу на стуле в небе и несусь со скоростью 800 км в час и я этого совершенно не ощущаю то есть в моем мире я попросту теряю время мне кажется совершенно ничего не происходит вообще мало того перед этим меня трясло давило у нас была бутылка с водой в аэропорту которую купили своей же не пройдешь туда вы же понимаете и ее сдавило и она стала треугольной от давления перепада давления и вода начала брызгать по стенкам банки то есть вообще с бутылкой конфуз случился думаю надо же интересно и тут света включается я же говорю Дух Святой на нас сошел он говорит прикинь в духе так же говорит просто ты находишься в момент твоего времени где ты перед этим тебя трясло ты испытывал давление тебя сдавило что то происходит а потом пау плата и кажется что ничего не происходит вообще но на самом деле ты территориально очень серьезно меняешь положение да главное самолета не выпрыгнуть но парашютов не было то есть были эти штуки они показали сиденья то есть если ты в него сел то ты уже как бы не выпрыгнешь вот и знаете это так актуально было почему то очень ярко что господь проговорил что вот то же самое может происходить в духе в нашем сезоне когда нас трясло перед этим было все да мы взлетаем ну все каждый чувствовал что он взлетает в самолете вот но прикинуть то что ты находишься в небе и несешься со скоростью 800 км в час там или 700 преодолевая вот эти там около 2000 км ты этого не чувствуешь хотя на земле такой скорости как бы вообще нет ну я не знаю там может сейчас ультрасовременные какие-нибудь электрические в Японии ездят вот эти метро может быть я не знаю вот но 800 это очень серьезно да то есть представьте с какой скоростью ты переносишься я думаю и господь так четко нам показал вот это вот я захотел этим поделиться что вы знаете в визуальном мире сейчас может быть вот этот вот двухчасовой момент когда ты сидишь на одном месте и тебе неудобно и ты думаешь что происходит и кажется что не происходит ничего но на самом деле очень происходит ты переносишься из одного совершенно в другое да и у меня вот было такое на сердце вот такую штуку высвободить я могу быть откровенным для этого места да думать говорить я в принципе что вы мне сделаете что вы мне сделаете а когда мы вернемся вы уже забудете простите там на следующем каунтере со за нас да я видел вот и я понимал что это вот про это место ну честно то есть когда я вот это вот понимал я понимал что это знаете это как вот сюда поэтому мне захотелось поделиться этим с вами да что если вы вдруг вы в непонимании что происходит поверьте мне у бога все под контролем и он не в шоке он знал что вы сейчас будете сидеть тут слушать меня он знал что вы попадете в эти трудности его это совершенно не удивило у него всегда есть стопроцентный самый замечательный план для вашей жизни если вы свернули не туда если вы сделали ошибку е-ром-да да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да какая-то песня такая была попсовая ерунда есть бог который меняет судьбы меняет обстоятельства все меняет сделать все чтоб у вас хорошо получилось вы с ним и это самое главное вообще что может быть аминь родные мои да то есть мы не промазали мы живем так вот боимся совершить какую-то ошибку а вот я сейчас из воли господа выпаду и все и там дьявол меня растопщик нет бог пойдет туда с тобой и там тебя защитит и благословит не оставлю не покинул да жизнь свою дал разве с ним не дарует нам всего а мы не выпадем из воли божией никогда я не верю в такого бога и в такое евангелие которое говорит что все зависит от меня я человек я первый раз на этой земле живу я очень много ошибаюсь очень кто из нас не согрешает да все да и если бы суть евангелия и спасения были бы такие что вот теперь на мне ответственность я должен быть стопудово водимый духом я не водимый всегда духом я ну у меня нет каких-то сверхантент сверхспособности я ошибаюсь но бог всегда приходит выручает покрывает благословляет что бы ни происходило в любой сезон попал ты не в тот город аллилуйя иисус не вышел из тебя и дух святой из тебя не вышел не остался в предыдущем понимаешь ну не на ту работу ты попал ну и ладно бог эту работу сделать самой лучшей работой братья мои аминь или не аминь давайте вот в такого бога верить который всемогущий который за нас он не там на какой-то этот барометр который определяет все наши ошибки вот ты сделал все тут током тебя сожгло до отла нет он любящий он добрый аминь но он добрый или нет он хороший или нет мы должны верить в хорошего бога который за нас который смотрит на нас как на своих детей и если что-то происходило даже если ты совершил ошибку даже если ты промазал ничего страшного твое поражение станет победой аллилуйя это место ты устроился не на ту работу аллилуйя это место станет процветающим потому что я здесь ну так или не так да я просто доверяю ему все что нам надо знаете как это переключить я много стал говорить просто откровение хотел рассказать переключить радио с три шестерки на три семерки выключить это радио гугу и включить там радио аллилуйя и слышать его голос а ну позитивное все все что негативное это не бог ну так или нет все что оставляет страх бог не работает страхом он не действует страхом он не бьет нас по голове чтобы мы были зашуганы по всем законам параметрам что же мне теперь делать с утра встал так сейчас я пробью небо ну в общем вы понимаете о чем я говорю вот то есть он за нас он хороший он в здоровском настроении если ты думаешь что ты сейчас в каком-то подвижном состоянии ты сонливый у тебя уже болит голова тебя все достало аллилуйя ты несешься за скоростью восемьсот километров в час потому что ты во Христе уже сейчас и это его не шокировало и всегда будет все во благо просто нужно ну мы доверяем ему и мы принимаем его волю для нас благую угодную совершенную то есть это позитивную значит это не значит плохую это не значит что раз ты ошибся теперь все платить тебе в четыре раза меньше будут ну Бог не такой ну я я ересь говорю вы так на меня смотрите да аминь нет слава Богу я вот благословляю вас развлечением того что все что действует из любви это от Господа все что действует из страха любой голос любой пророк любой служитель который служит вам и после этого у вас остаются чувство вины чувство того что с вами не все в порядке вы это все знаете ну я не знаю может быть знаете как напоминанием да вот хочется сейчас об этом говорить я понимаю туда вот прет да как то да то есть люди служители учения много всего много информации все что знаете когда человек пророчествует или человек служит или вы что-то получаете вы принимаете если после этого есть чувство вины есть чувство того что ну с тобой как-то ты не окей да что-то вот ты плохой но у них них ты не плохой но тебе надо вот тут подправиться подменяться это не есть Господь это не есть пророчество да пророчество написано для утеш как там утешение назидан а как же она не и софира родные мои это не было совсем пророчество это был дар слова знания а как же исправлять человека тогда надо же обличать его обличать но для этого есть писание если мы говорим о корректировке да для этого есть учители которые могут научить пророческое слово которое приходит в нашу жизнь если все что мы должны после него эмоционально испытывать мир радости праведности я быстро заканчиваю я вижу ты рвешься я это на себе очень хорошо понял знаете когда я сейчас перед вами расповедую и сразу всем легче станет вот сразу будет проще стены упадут я один раз согрешил так прям согрешил ну я это помню просто конечно не один но я просто это запомнил вот так знаете вот когда согрешил и в церковь после этого идти вообще аж противно к Богу знаете ты чувствуешь чувство вины тебя ты не можешь славить Бога ты думаешь что ты его не достоин он теперь не любит и ты идешь с этими мыслями блин Бог я тебя подставил ты на меня так надеялся а я все провалил все испортил и представляете проходит конференция пророческая и приезжают крутые пророки вот и я понимаю а я должен ну у меня уже все по записи я понимаю что туда надо попасть и я так боюсь вот это мое ну мое старое старое мышление о пророках потому что я думал что все сейчас тайны моего сердца обнаружатся и вот это как расскажут они какое на самом деле перед всей церковью и все это ж трындец полный будет вот то есть и страшно ты думаешь блин сейчас начнут тебя обличать я так с этим боролся я пошел на это собрание забился в самый последний угол чтобы меня эти пророки не дай бог не подошли ко мне пророчествовать идет поклонение и все такое помазанное такое классное ты такой вроде славишь но ты чувствуешь себя грязным недостойным бога вот крови христа недостаточно он умер за вот соседа но не за меня вот потому что мой грех больше вашего вот и так далее и тому подобного и ты вот так вот себя ощущаешь и в какой-то момент в общем я уже запарился махнул руками думаю так короче будь оно что будет все вот гад я и все и на этом пусть меня уже убьют я иду к этим пророкам на заклане вот меня уже убили и подходит эта сестра и она начинает за меня молиться и начинает мне пророчествовать от имени бога отца и начинает тыкает меня пальцем и говорит ты мой святой после этих слов я стоял с двумя салфетками просто это были реки у меня была мокрая футболка или рубашка я не помню что просто сопли стекали на пол вот то есть я ревел просто взахлеб у меня была истерика и она настолько бог вылился огромной любовью ко мне и он начал говорить тайны моего сердца она начала говорить те вещи которые никто не знал она мне говорит я вижу как сильно ты переживаешь за ребят на районе ты вернулся тебя здесь не было столько лет первая мысль думаю кто меня сдал она же не знает меня не знает откуда откуда вообще знаешь я не с этого города или что со мной она говорит ты переживаешь за молодежь на районе ребята которых ты знаешь одни наркоманы и другие алкоголики я вижу как ты пытаешься ну не бойся я с тобой она начала мне говорить кто я как бог на меня смотрит и это радикально кардинально навсегда поменяло все мое представление о пророческом служении я понял что такое пророк настоящий знаете как бог вообще проигнорировал все мои ошибки после этого мне хотелось летать мне хотелось жить да вот и вот такой вот наш бог такое его сердце я верю что любое служение и служитель ну в идеале вот после соприкосновения с его служением ну вот такое вот мы должны испытывать вот такие эмоции мы должны испытывать мы не должны себя чувствовать недостойными гадкими провинившимися опозоривавшимися и так далее и тому подобное и я просто хочется чтобы эти рельсы знаете они как были вот протоптаны и эти границы никем не нарушены знаете как потому что ну ладно уж до конца я видел видение об этом месте что когда Вика она оставляла вот мать они нам сбросывали вот это вот что это был как меч меч который воткнули в в камень и только король Артур может его вытащить вот я высвобождаю просто над этим местом о том что эта власть она достанется ну человеку поставленному Богом через откровение и этот человек действительно будет ну как избран Богом для этого и просто благословляю что есть защита о том ну потому что я видел что люди будут стяжать этого я честно скажу да что возможно кто-то будет стяжать какую-то власть но я верю что это будет ну только ну невозможно будет его вытащить то есть это вот знаете то есть когда будет человек тот тот которого поставил Бог это вообще без усилий он просто прикоснется к нему он спокойно выйдет из этого камня не нужно будет никаких усилий вот и все и ну мы все больше и больше приближаемся к славе начинаем ходить славу и все больше и больше чувствуется вот эта разница да когда есть движение которое из любви сердца да и мы вот этот вкус живой воды знаем да и мы также должны ну я верю что вот эти чувствования они все больше и больше обостряются да что везде где примешивается страх да потому что благодать плюс закон давно закон это правда не вас не получится смешать все эти вещи вот это все больше и больше господь просто отделяет и все больше и больше укореняет свой народ в любви вот как мог высказал простите если где-то запинался вот спасибо вам большое за внимание всех вас любим очень спасибо